Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях генеральный директор клиники «Мать и дитя» Инна Павловна Новикова. Здравствуйте, Инна Павловна. Сегодня мы с вами побеседуем на такие важные темы, которые для многих актуальны. И начнем с оплодотворения ЭКО. Вышли новые постановления. Расскажите, пожалуйста, о законодательной базе, о нюансах, которые касаются вот этого вопроса. Вышел новый приказ, касающийся взятия в цикл женщин, которым необходима программа экстракорпорального оплодотворения. Он касается всех женщин, у которых есть сниженная в реальный резерв. По этому вопросу можно проконсультироваться либо в женских консультациях, либо у наших репродуктологов в клинике «Мать и дитя», которые смогут в соответствии с новым приказом дать рекомендации, посоветовать, какие нужно сдать анализы, для того, чтобы была возможность у пациентки сделать экстракорпоральное оплодотворение в рамках программы ОМС, то есть обязательного медицинского страхования по полюсу. Если же пациентка не может воспользоваться этой программой, есть ряд других программ, о которых также могут рассказать наши репродуктологи. Но надо видеть анализы данной пациентки, знать ее анамнез, чтобы правильно посоветоваться, какой программой можно воспользоваться. А кому вообще показано по полюсу ОМС, кто может воспользоваться такой возможностью? Ну, это практически все женщины, у которых не получается естественное зачатие. Они должны обследоваться, обследуются, конечно, в обязательном порядке и супруг. И если врач выставляет диагноз бесплодие, то данная женщина может воспользоваться этой программой. Об актуальности процедуры мы сказали, но, насколько я понимаю, в последние годы эта актуальность все возрастает. Можно ли какие-то статистические данные привести, допустим, пока вы работаете с этим, насколько меняется востребованность этой процедуры с годами? Ну, я могу сказать одно, то, что востребованность данной программы не уменьшается в Рязанской области. На первый план выходит мужской фактор. Здесь я вижу необходимость того, чтобы среди мужского населения было разъяснено о том, что мужчины тоже, как и женщины, должны обследоваться и проходить диспансеризацию раз в год. Если такового не будет происходить, то, наверное, мужской фактор будет превалировать над женским. К сожалению, мужчина не всегда может понять самостоятельно, может ли он иметь, зачать ребенка, иметь ребенка. Для этого нужно пройти обследование у уролога, сдать ряд анализов, в том числе спермограмму, после чего уролог сможет оценить состояние данного мужчины. В клинику «Мать и дитя» приходят люди с различными проблемными ситуациями, и вы имеете возможность, имеете методы помогать. В частности, обращаются те, кто после лечения онкологических заболеваний фертилен не может иметь детей. Вот как вы помогаете таким людям? Ну, к сожалению, такие люди обращаются уже поздно. Я бы дала такой совет, что если в вашей жизни случилось данное заболевание, то есть онкологическое заболевание какое-либо, и вы в том возрасте, когда планируете или будете в будущем планировать детей, вам необходимо обратиться к нашим репродуктологам для того, чтобы они подсказали, как вам сохранить авариальный резерв, или как сохранить те клеточки, которые могут повредиться во время прохождения лечения, то есть во время операции, химиотерапии, лучевой терапии. Есть такая возможность перед данными манипуляциями сначала сохранить, заморозить ваши клеточки, и потом, после того, как вы пройдете лечение, после того, как онкологи разрешат вам вынашивать беременность, вы можете воспользоваться вашими же замороженными клеточками. Это касается как женщин, так и мужчин. И вот вы говорите о замороженных клетках, крио-хранении клеток. Тоже такое достаточно новое, современное понятие для многих зрителей наших. Звучит как что-то фантастическое, но все же это доступная в Рязани возможность иметь детей для тех, кто, казалось бы, безнадежен. Вот расскажите подробнее о том, как это происходит, крио-хранение клеток, что это вообще такое, кому это может понадобиться. Хранятся клеточки обычно у женщин, которые прошли цикл ЭКО. Хранятся, могут храниться ациты, могут храниться спермы, могут храниться эмбрионы. Хранение происходит в специальных сосудах. Каждой пациентке есть так называемые носители эмбрионов, криотопы их называют. И, конечно же, там ведется строгий учет. Они все подписаны. Хранение достаточно длительное, ограничений нет. Хранятся клеточки пациента, которые прошли экстракорпоральное оплодотворение. И после стимуляции у них были получены либо, естественно, ациты. Они потом оплодотворились, их замораживают и хранят. Какие-то клеточки эмбрионы пересаживают. А часть остается в заморозке на дальнейшей беременности. Вот самостоятельно, конечно же, человек не может выяснить, какие у него проблемы и как с ними справиться. У вас для этого целый штат тех, кто занимается планированием. И это специалисты репродуктологи. Да, это специалисты-репродуктологи. Они занимаются непосредственно с женщинами. Они, если не выяснена причина, они пытаются выяснить эту причину. Женщина проходит достаточно много и обследований, и анализов для того, чтобы врач мог понять причину, составить программу, программу стимуляции данной пациентки. Именно для нее подобраны препараты. И в дальнейшем проходит беседа с эмбриологом, который рассказывает эмбриологический стаб, как раз рассказывает заморозку клеток, либо эмбрионов, и рассказывает, как происходит оплодотворение. То есть все, что касается эмбриологического этапа, это рассказывает эмбриолог. Все, что касается стимуляции, это рассказывает репродуктолог. В любой момент женщина на связи с репродуктологом. Репродуктологом любые вопросы всегда наши репродуктологи готовы ответить. И так как мы все живем в Рязани, женщина при малейшем каком-то осложнении, либо что-то ее беспокоит, она может обратиться в любой момент к репродуктологу. То есть даже, казалось бы, в безнадежных с первого взгляда ситуациях репродуктологи – это те люди, которые могут найти выход, скажем так, если обратилась женщина или мужчина, или семейная пара. Чаще всего вообще как приходит семейная пара или одинокие женщины, кто больше обращается с проблемой? Ну, чаще, конечно, приходит семейная пара. Для того и создается семья, да? Как говорят, ячейка нашего общества, чтобы в ней были не два человека, а три и больше. Поэтому после заключения брака, когда проходит несколько лет, и семья уже готова к тому, что иметь малыша, но он не появляется, они начинают задумываться. Сначала они приходят к гинекологу, который их обследует, ну, а в дальнейшем, если что-то не получается, они приходят к нашим репродуктологам. Обратиться за помощью к репродуктологу возможно в Рязани, несмотря на то, что небольшое количество специалистов. Некоторые стремятся уехать в столицу. Как лучше поступить? Остаться здесь или искать где-то в другом городе? Я думаю, что надо оставаться здесь. Квалификация наших специалистов высокая. И наши репродуктологи и эмбриологи постоянно учатся. У нас есть возможность, если что-то, какие-то проблемы, что-то не получается, либо какие-то затруднительные ситуации, всегда обратиться и в клинике Москвы, и проконсультироваться. Но почему, я считаю, нужно и лучше оставаться здесь? Во-первых, женщина не отрывается от семьи. Женщина не отрывается от ее привычного образа жизни, от работы. Иногда бывает так, что в семье уже есть ребенок, и ей не надо уезжать от него. Это тоже для женщины стресс. Как прохождение цикла ЭКО, так и отъезд из дома – это тоже стресс. И поэтому я считаю, что женщина, находясь в обычных для нее условиях, это все будет переносить намного легче и позитивнее, и будет поддержка со стороны родных. Ну и, конечно, здесь материальная сторона. Поездки в другие города – это деньги. А деньги, которые могут пригодиться, потребоваться на малыша. На будущем, да, малыша. Методы, о которых мы с вами говорим, довольно относительно новые. И наверняка у тех семейных пар, которые воспользовались вашей помощью, будет некое беспокойство относительно того, как пройдет беременность, как будет малыш дальше. Вот в этом случае могут ли они обратиться дальше к вам и получить поддержку? Да, у нас многопрофильный центр. И помимо того, что наши врачи делают экстракорпоральное оплодотворение, также у нас есть гинекологи, которые ведут дальнейшую беременность. Я считаю, тут большой плюс, когда гинеколог видит карту данной пациентки, когда мы можем всегда проконсультироваться с репродуктологом, как проходило экстракорпоральное оплодотворение, как проходила стимуляция, не было ли каких-нибудь негативных последствий. И всегда нам репродуктолог об этом подскажет. И женщины очень часто остаются у нас, наблюдаются по беременности, рожают. И потом также у нас есть еще педиатрическая служба. Мы видим этих детишек. И вы знаете, это прекрасно, когда женщина приходит к нам с проблемой, что она не может забеременеть, что она очень хочет этого ребенка. И когда после родов она к нам приходит, пройдя беременность, благополучно родя, она приходит к нам с малышом и с огромным букетом цветов, с улыбкой и радостью от того, что у нее вот есть такой маленький теплый комочек, маленькое счастье. Ну, это чудо. Да, это дорого. И мы это чудо видим от начала до конца. Это очень приятно. Это действительно дорогого стоит. Сегодня в нашей студии была Инна Павловна Новикова. Это генеральный директор клиники «Мать и дитя». Я же прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова